Друзья, всем привет! Всем привет! С вами, как всегда, Андрей и Юля. И у нас сегодня новый отель на обзоре. Юля, как он называется? Golden Beach Resort 4 звезды. Это Аля Хея. Это далеко от Хургады, 20 километров от аэропорта. Море – это не сильная сторона этого региона. Но здесь есть очень сильные стороны в этом отеле, и мы вам все их покажем. Поэтому, да, если вы рассматриваете этот отель для своего отдыха, обязательно посмотрите этот ролик, и вы сможете уже сделать выводы, он подходит вам или нет. Ставьте лайк, подписывайтесь, и погнали смотреть этот отель. Друзья, мы заходим на рецепшн отеля Hello Golden Beach. Кстати, этот рецепшн после реновации недавно сделали здесь ремонт. Совершенно новый. Так, ну, Ванька, мы взяли самокат, как обычно. Здесь, конечно, есть такси, вот сервис. Ехали мы, ну, минут 40, друзья, с нашего комплекса. Мы заплатили 100 фунтов за такси. Это 2 доллара. Это Uber. Вот здесь бар. Понятно. Здесь вот можно отдохнуть, посидеть. Банкоматы, лифты. Вот там дальше магазины, сувениры. В общем, неплохо, неплохо здесь. Даже есть какие-то книги, можно почитать. Отель 4 звезды. Отель хороший, кстати, недешевый. Вот. Мы читали много положительных комментариев, отзывов об этом отеле. Поэтому решили сами сюда съездить и посмотреть. Мы выходим на улицу. Давайте. Выходим сразу на территорию отеля. Здесь аквапарк. Аквапарк подогреваем в зимнее время. Бассейны с подогревом есть. Ну, возможно, не все. В общем, все мы вам сегодня покажем, расскажем по ресторанам, по питанию. О, я чувствую, нам дают браслеты, жена зовет. Вау. Вау. Супер. Very nice. Thank you very much. Я хочу сказать. Да. Я первый раз таки вижу браслеты, они как резиновые. Он резиновый. Он как в аквапарке, знаешь, такие. Да, вообще зелененькие. Все, мы идем на завтрак. Только надо Ваню найти. Так как нам дали браслеты, конечно же, мы идем на завтрак. Так, здесь делаю тосты. Так, есть блинчики, вижу. Пожалуйста. Очереди нет. А что-то странное, вообще очередей не вижу, нигде. Сейчас увидишь, подойди. Окей. Шоколад. Телор с блинами. Калапель. А это что, это? Это египетский фулл, бобовое блюдо. Так, а смотрите, здесь уже готовый омлет, глянь, очень удобно. Не надо стоять ночью. Но если вы хотите просто яичницу глазуью, то, пожалуйста, сделайте. Так, яйца жарят. Идем дальше. Яйца российские, фасоль, картофель, гратен и жареные баклажаны. То, что я люблю. Тоже в новой. Круассаны. Пекут тоже эти булочки. Ой, слушай, а что это? А это какая-то... Это песок. Нет, это муква, Юля. Какой песок? Это не муква. А похоже на песок. Да, точно, они ж ее гоникают, и она получается такая, да. Смотри. Вау. Мастер-класс тебе. Вот так. Вау. Вау. Ха-ха-ха. О, спасибо, да. Это для тебя, Майк. Для диеты, да. Это у нас фрукты. Тут их... Это мандарины, кстати. Мандарины, да. Ладно. Дыни, сухие завтраки, молоко. Здесь у нас есть фета. Разный сыр мягкий. Колбасные изделия, сыры. Кстати, хорошая колбаса. Есть хорошая колбаса, которая еще более-менее... Ребята, запоминайте вот эту колбасу. Вот только ее можно кушать в Египте. Это йогурты, йогурты, йогурты. Овощи. Знаете, что есть? Чего как бы нет... Помидоры есть, дорогая. Редиска. А редиска появилась? Я люблю редиски, кстати. Кстати, ни в каких отелях редиски мы не видели. Покажите, покажите, покажите. Друзья, вот только в этом отеле нам сделали такое сердечко. Спасибо большое. Как мило. Красота. Ну, Юль, придется скушать. Этот отель хвалили за его десерты, да? Десерты, да. Ну, на завтрак всегда все по минимуму. Обычно это выпечка, но все равно, да? Здесь есть какой-то пирог такой интересный. Все-таки выбор хороший. Даже у них надпись «Good food, good mood». Это, наверное, их девиз. Хорошая еда, хорошее настроение. Да, булочек большой, выбор. Да. Ну, теперь посмотрим напитки, да? Я еще заметил, что здесь вот за деньги дают фреш. Вот если мы в прошлом отеле в Неверленде у нас все было бесплатно, пей не хочу. Здесь вот 2 доллара или 2 евро стоит фреш. Оранж, кэрот, яблоко. И это, наверное, как-то называется грейпфрут, точно. Ну, понятно, здесь есть хлеб. Хлеб, хлеб, те выбор. Здесь напитки. Станция кофе, чая и всего остального. Понятно, да? Есть, есть, есть. Горячая вода. Горячая вода. Водопрованный кофе, здесь натуральный кофе. И молоко можно добавить. И чай. Короче, жена с утра говорит, ну, нам, скорее всего, браслеты не дадут. Ну, я так перепугался, взял там, что-то да, и позавтракали все дружно. Я думал, она что-то знает, я думал, она посмотрела какой-то обзор. А она просто так с космоса ей пришла, что завтрака у нас не будет. Но завтрак у нас есть. Отель приличный, сразу без вопросов. Как тебе завтрак? Хороший, реально, все есть. Даже больше, чем нужно. Из минусов, друзья, вот что я заметил, ну, мы с Юлей заметили. Это маленькие тарелки. Смотрите. То есть нам пришлось понабирать кучу тарелок. Хотя нужно было взять все в одну. Ну, обычно же большие тарелки в отелях. Да, да. А здесь их просто нет. Не то, что они закончились. Я смотрю, все с маленькими тарелками. И все с ними носят. Ну, мы посмотрим, уж на обед и на ужин будут большие. Понятно. Но с этими очень неудобно. В общем, первое впечатление об отеле очень хорошее. То есть я ожидала худшего. Вообще. И в плане еды, и в плане территории. Так вот, первое впечатление. Ну, территорию мы еще детально посмотрим. Мы просто так, с рецепшена. Адут, я нуля. Да. Мы еще просто никуда не ходили. Сравнивая с другими, по такой же цене. То есть хорошо. После вкусного завтрака нужно, конечно же, сдать ребенка в детский клуб. Тем более он сам нас умоляет. Пошли идти в детский клуб. И он открывается в 10 часов. То есть через 10 минут. Вот, кстати, аквапарк, который подогреваемый на минуточку. Даже в джангл-аквапарк в Неверленде он не был подогреваемый. Я читал, я не знаю, но... Он зимой будет подогреваться, но не все бассейны, но что-то будет. Нет, бассейны не все. Я говорю про аквапарк. Аквапарк будет подогреваться, да. Друзья, как видите, нам сегодня повезло. У нас солнечная погода. Да, Юля? Да, мы вообще, нам всегда везет. Мы как едем в отель, всегда солнце. Вы заметили? Да, вот в Египте вообще. Мы везучие. По стоимости этого отеля. Сейчас у нас конец октября. Я могу даже сказать вам точную дату. 26-е. Сегодня выборы в Грузии. Поэтому мы знаем, какая дата. Да. Не только поэтому. 26 октября 2024 года. Отель нам вышел 110 долларов. Бронировали мы его, конечно же, через нашу программу. Также мы можем забронировать отель и вам. И даже отели с перелетами. И чартерные рейсы. В общем, много-много-много, что могут турагенты. Поэтому обращайтесь. Кому интересно, ссылка в описании на наш телеграм. Или я здесь тоже вставлю. Поэтому 110 долларов и вот такой вот отель. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал. Мы там выставляем тоже информацию об отелях. Сколько этот отель будет стоить с перелетом на 7 ночей. И так мы делаем такую как бы... Даем такую информацию по каждому отелю, где мы бываем. Ну, если вы спросите другой отель, мы вам тоже можем предоставить цены. В общем, вы поняли. Что это? Голубой слон. Голубой слон. А это бар. Ребятки, на территории отеля порядка 7 ресторанов. И что, около 8 баров. Каша, смотри, какой у меня цветочек ребенок. Ребенок сорвал цветочек. Боже, спасибо, мой сынок. Вот пока мы идем, вот от рецепшена, видите, там вот течет ленивая река. Да, мы покажем ее. Да, мы потом все покажем. Территория отеля очень зеленая. Прям я люблю такое. Как будто ты оказываешься вообще в другой стране. Велигипет – это пустыня. Здесь мало растительности. Но на территории отеля, конечно, здесь высаживают, ухаживают за всем этим. Поэтому очень красиво. Господи, а нельзя было переступить, Ваня? Вот несмотря на то, что это район Аляхея, вот мы ехали, вот реально как в пустыне. Помнишь эту дорогу? Да. Страшно было. Приезжаешь в такой азис. В отель, да. Здесь просто красота. Гольф. Да. Мы ехали, мы знали, что здесь будет слабенькое море. Здесь не будет рифа. Но мы не ради моря сюда ехали. Мы ехали вот ради отеля, ради вот этой территории. Отдохнуть. Отдохнуть, развеяться, да. Потому что вот всю неделю работаешь, вроде как находишься в Египте, в Хургаде, но как бы моря не видишь. И вот на выходные мы себе выезжаем по этим отелям, катаемся. Когда мы думаем, куда ехать, постоянно какой-то квест, куда поехать, какой отель. Нам вообще зрители пишут, мы это все как бы читаем и постараемся. Давайте так. Просто какой отель больше наберет в комментариях, туда мы и поедем. Потому что какие-то такие комментарии, как сказать? Одиночные. Одиночные. Так, мы выходим к морю. Корпуса тянутся вдоль этой ленивой реки, которая здесь течет. Еще один бассейн. А посмотри, какие тут лежаки интересные. Я таких еще не видела. Давай подойдем, посмотрим. Посмотри. Такие, да? Ух ты, да. Интересно. Почему там все возле этого бассейна? Барчик. А что тут такого ограниченного по напиткам? Как ты? Как ты? Добрый вечер. Что у тебя? Что у тебя есть для пищевых? Какой пищевых? Мы можем купить, да? Да. А три? Кофе. А вайн? Вайн. У тебя есть? Кофе, пир, все есть. В общем, ребята, смотри, коктейли, пиво, вино, безалкогольное, кофе, чай. В общем, все есть. Окей, thank you. Ну что, как тебе море, Юль? Это ж наш вариант. Ну, это для маленьких детей. Ну, я ж говорю, для нашего варианта. Вообще супер. Он здесь не утонет. Даже вот, я не знаю, метров сто пройдет не утонет. Тут по щиколотке, наверное, водичка. То есть это идеально для детей маленьких. Есть понтон, но я не знаю. Давайте. О-хо-хо, вода прохладненькая. Сейчас мы померяем, какая температура воды. Вот я уже прошел сколько? Метров почти 10. И мне все по щиколотке. Смотрите, видите? Друзья, у нас здесь такая звезда. И 27 градусов, 10 часов утра. Она у меня была в сумке, поэтому адекватные градусы, нормальные. 27 градусов, 10 часов утра. Давайте зайдем поглубже. Ну, здесь поглубже, это такое понятие. А одинаково. Мне, чтобы поглубже, надо метров сто шлепать. На самом деле, те, кто пишет, что мы меряем температуру на мелкоте, это не, ну, неправильно. На глубине еще теплее, на самом деле. Ребятки, 22 градуса. Да, это вам не это, даже не октябрь уже. Так зимой такая температура. 22 градуса в конце октября в Египте, в Аляхее. Я думаю, что еще прогреется. Ну, не знаю, не знаю, но пока так. Ну, а вообще пляж неплохой, уютный и маленький. Все, правда, их позанимали, как обычно, я смотрю, полотенцем. Ну, в принципе, есть еще. Очень много людей на бассейне сейчас. Возможно, он подогревается уже. И, друзья, здесь какой-то даже не песок, вы посмотрите, какой-то, ну, крупный такой вот песок или мелкий камушек. Класс. Ну, приятно по ним ходить. Для детей здесь очень хорошо. Вот сейчас Ваня пойдет в детский клуб. Может, не знаю, после обеда заберем, пусть троица, он с пацанами сидит. Да, пусть купается. Ну, прохладненько сейчас. Детки есть в отеле. Я уже видел, ну, много. Думаю, с детьми сюда можно ехать. Сейчас посмотрим, какой детский клуб. Но, опять же, все свои выводы мы скажем в конце. Поэтому досмотрите. Потому что первое впечатление может быть обманчиво. Пряничный домик. Да, а это точно детский клуб? Точно. Что это, по-твоему? Нам бы дать вот здесь номер, да, и что-то такое с выходом в детский клуб. Нам не нужен бассейн. Мы можем попросить. Не нужно море. Так, вот такая вот площадка. Хорошая площадка. Там как будто закрыто, Вань. Здесь 30, 19, 30. Это что получается, 2 часа? Да. А потом еще 2 часа? Нет, а потом час 15, что ли? Вообще очень мало. И за это спасибо. Ну да. Есть отели, в которых детский клуб – это чисто номинально. А возле детского клуба вот такая вот афиша. Здесь каждый день у них что-то. Сегодня суббота. Вот пицца-дэй. В воскресенье – синема-дэй. Фейс-пейтинг. Давайте еще пройдемся немножко по территории. Мне вот интересно вот эта вот ленивая река. Вот смотрите, здесь каждых метров 50 есть такой мост. И можно перейти на другую сторону. Видите, как интересно сделано. Даже вот ленивая река – это она чистая. Видно ее тут хорошо чистят. Дети купаются. И вот можно прям от пляжа по этой речке, ну я не знаю, либо пройтись, либо проплыть на каком-то круге, на матрасе. Неплохо, друзья. Мне нравится территория. А она как бы не огромная, как в том же Неверланде или в джангл, аквапарк. И не маленькая. Вот она вот такая средненькая территория. В то же время, как мы сказали, 7 ресторанов и 8 баров. Ты вот идешь-идешь, хоп, ресторан или бар какой-то, кафе. То есть не нужно далеко ходить. Вот смотрите, люди здесь, я так понимаю, живут. Вот они вышли, и у них вот, скажем так, свой приватный бассейн возле. Вот вилла, хоп, кусок речки – это их бассейн. Детвора плавают, старички решили тут пройтись. Нагрузку какую-то физическую. Видите, как здесь шезлонги. То есть можно выйти из своей вилы, упасть на шезлонг. И здесь тихо, спокойно, нету большого количества людей. Вот тебе свой бассейн, вот тебе вход в бассейн. И вот так вдоль всей территории отеля. Вот. Классно. Ребят, как же классно сейчас в Египте. Сейчас сколько, 27 градусов на улице. Да, вода не 28, вода 22. Ну, возможно, немножко будет больше. Ну, так приятно. То есть это как летом где-то в наших странах. И вот мы выходим к основному бассейну. Там уже главный корпус, ресепшн. Здесь шезлонги. Пробуем воду. Вода тоже прохладная. Но, скорее всего, подогрев бассейна включат немножко позже. Потому что еще как бы октябрь, конец октября. Я думаю, позже они его включат. Только взрослые. Это где такое? А, это здесь. Понятно, да? Это в этом бассейне. Он лед дал. Только взрослые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, друзья, свобода! Свобода! Вот так вот, да? Фух! Мне здесь нравится. Здесь такой вот как кафешечка такая. Прям смотришь на море. С видом на море. Тенечек такой у них вот. Навес. А вот здесь бар. Недалеко, да. Нам ничего не надо. Мы просто хотим спокойно посидеть. И, ребятки, мы вводим новую рубрику на наш канал. Мы будем читать комментарии от наших зрителей. И давайте начнем прямо сейчас. Буквально пару минут назад пришел комментарий от Тамары Липская. Тамара, добрый день. Ваши критерии правильные. Они совпадают с нашими. Мы не богачи, и это все важно. Спасибо за ваши обзоры. Люблю я их и вашу прекрасную семью. Вот так вот. Спасибо вам, Тамара. Очень приятно. На самом деле мы будем читать не только такие приятные для нас комментарии. Будем читать разные. У нас критерии самые простые. Ну, для... Я считаю, самые простые, самые основные для родителей с детьми. Наш главный критерий в отеле – это детский клуб. Наличие детского клуба. Детская концепция, да. Детская концепция. Чтобы родители могли отдохнуть. Ребенку было не скучно, а родителям было... Чтобы родители могли вот так сесть и сидеть. Люди же приезжают на отдых, они бегают за ребенком, постоянно развлекать его. Это важно. Поэтому, если вы родители, у вас дети маленькие, сразу подписывайтесь. Все отели, которые мы для себя будем выбирать в будущем, ну, мы старались так делать, но и в будущем это точно, у нас будут с хорошим детским клубом, где можно ставить ребенка, где можно отдохнуть и родителям. Поэтому лайк, подписка. Вот. Кстати, если вы едете в Египет, либо в Турцию, в отеле, то обратите внимание на наш сайт. У нас все основные экскурсии с хорошими организаторами, по хорошим ценам. Сайт будет в описании, я здесь тоже оставлю. Поэтому, ребят, заходите на сайт, смотрите. Также хочу еще один комментарий зачитать под видео джангл аквапарк. Ой, не дай бог туда, детей больше, чем отдыха. Ну, так это детский отель. А кто написал? Естественно, там много детей. Ну, я не знаю, пользователь. Ну, пользователь какой-то. Ребят, а что вы едете туда? Где много детей. Это детский отель, рассчитан на детей, на семейный отдых. И людям, как бы, без детей, конечно, там будет некомфортно. Друзья, у нас приехали недавно, опять же, наши друзья. Семейная пара, но они без детей. И приехали в отель только для взрослых. Отель называется Grand Palace. Кстати, не все знают, что есть отели только для взрослых. 18+, там нет детей. А есть отели, которые разрешают, которые принимают детей, но там их мало. Поэтому можно тоже спокойно отдыхать. Такие отели есть. И если вы обратитесь в турагенту, который опытный, знающий, он вам расскажет, куда можно поехать, где нет детей, где тихо, спокойно. Ну, даже в этом отеле, вот тот главный бассейн возле Рецепсона, там написано 18+. То есть есть некоторые зоны, где, да, да, только для взрослых. И помнишь, мы были еще в каком-то отеле, где ресторан был тоже 18+. Есть, да. Как же он? Лонг Бич, по-моему. Вот, Лонг Бич. Вот еще один комментарий. Давай, я прочитаю. Написала вот Ирина Маликова. А зачем вас поддерживать деньгами? Чтобы смотреть, как вы купаете в теплом море и при этом работать, чтобы вас содержать? А не окуели ли вы? Вот так вот, друзья. Пи-пи-пи, да, там было много пи. Я не знаю, ребят. А мы что когда-то просили нас поддерживать? Да, у нас в описании есть там ссылка на донаты. То есть есть люди, которые, да, нас поддерживают. На вскидку приходит Сергей Доценко. Есть такой парень, который в каждом нашем видео бросает по одному доллару. Ну, вы считаете, что мы за донаты ездим по отелям? Вот эта вот формулировка содержать, это, конечно, очень смешно. Да, вообще. Люди, наверное, не понимают, сколько вообще. Люди не понимают, сколько это все стоит. Сколько это стоит и что можно на донатах там зарабатывать. Это такая практика блогеров, да. Мы снимаем контент полезный, кому-то не полезный. Кто-то берет что-то от этого, кто-то смотрит. Чисто символически есть такой как бы, да. Угасить нас кофе, друзья. Например, когда мы едем в какой-то отель, и мы подбираем для себя отель, мы смотрим блогеров, мы смотрим несколько обзоров, мы смотрим, какой там детский клуб, какие там рестораны, какая территория. И для нас это полезно, потому что выбор отеля, а представьте, люди едут на неделю, на две, это тысячи долларов. И потратить кучу денег куда-то непонятно куда, за что, ну, конечно, люди смотрят обзоры. Потому что фотографии на букинге, это одно, могут вам снять очень красиво. Нужно смотреть живые обзоры, и желательно самые последние, самые свежие. Поэтому мы никого не призываем, нас там скидывать какие-то донаты. Но если мы вам были полезны, если у вас появилось желание угасить нас кофе, пожалуйста, внизу ссылка. Есть еще комментарии. Нас спросили, а можно ли купить хургаде металлоискатель и искать что-то вообще в Египте? То есть мы знаем, лично знаем людей, которые с металлоискателем постоянно ездят по отелям и что-то там ищут. И не только в песке на пляже, а также в воде. Есть металлоискатели, которые в воде, также что-то там, ну, да? Ну, они вроде говорят, что в Египте мало что-то. Не рыбное место. Может быть, на Амазоне в Египте можно купить. Мы опять же не знаем. Но то, что можно ходить с ними и что-то там искать, это точно. Пока мы читали комментарии, пришел еще один вопрос. Наташа Хиршилд. Ребята, а как с акулами наверняка посещают и такие уютные пляжи, как этот? Понятно, что уже нету той смелости, как раньше, что мы заплывали далеко, там купались где-то в открытом море. Максимум возле пирса что-то там ныряем. Но если прям уже так страшно, есть отели, где вот натянута сетка, лагуна какая-то, вот можно купаться, там вообще никто не заплывет. Или же, опять же, ехать в такой отель, как вот этот, здесь мелко. Да. И акула сюда точно к пляжу не подойдет. Поэтому свободно здесь можно купаться, дети будут купаться. И здесь, я думаю, безопасно. Вообще, я слышала, что акулы чаще всего приплывают летом, куда тепло. Там вообще только что этот, прям воздух поднялся. Здесь очень много валяхеи, здесь этот, как его, параглайдинг? Нет, парашютный доск, ну парашютный. Я не знаю, как называется, но катаются на доске с таким вот. А вот, они там вообще подпрыгивают, взлетают и падают. Это вообще круто. Здесь просто в Кургаде хороший ветер, и он очень подходит. Да, именно вот валяхея здесь. А у нас началась тут пенная вечеринка вот на пляже. Какой-то вот надули такой вот, типа батута, что ли, да? И вдувают туда эту пену. Боже, столько счастья. Люди хоть помоются, откиснут. Здесь на пляже ветер, и прямо эта пена разлетается по всему отелю. Ого, а этот человек немножко... А, я понял, он моет людей желающих, кто хочет помыться. И Юля здесь такая, вся в снегу. Слушай, человек даже, смотри, специально обученный, вот моет, да? В общем, понятно, да? Вот так вот. На самом деле пена, она же не самая такая безобидная. Она щипет глаза нормально. Я помню, в ванне попала, он там аж плакал, бедняга. А вот как-то тесновастенько, да? Да, тесновастенько, да. Ладно, идем где отсюда. Пусть она летит. Вот, смотрите, волейбольные площадки, аж 2 штуки. Пляжный футбол, вот. Есть души, понятно. И вот там вот эти скайсерферы, кажется, Юля. Скайсерферы. Скайсерферы летают, их очень много просто. Я не знаю, наверное, скайсерфер-клуб какой-то здесь есть. Потому что прям так... Я такого никогда не видел в Хургаде. Я напомнил о Люденисе, там правда они списались. А Люденис это параглайвинг. Да, здесь вот именно на доске с таким вот парашютиком. Мы решили пройтись не по центральной улице, а вот идем... Параллельно также есть еще двор такой. А вот это дайвинг-центр. Видишь, тут можно... Правда, я не знаю, куда. Наверное, людей куда-то вывозят туда далеко, в море глубоко. А это для тех, кто не хочет вот этой суеты, кто хочет уединенно вот так вот посидеть возле бассейна. Если у тебя здесь номер, ты можешь плавать здесь. Возможно, даже теплый. Что-то у меня такое подозрение. Да, возможно, этот бассейн... Он подогревается в зимний период, я видела. Видите, как... Здесь вообще мало людей, да? Да. Много лежаков. По-семейному как-то вот. Это не 18+. Да не, вроде. Нет, вода холодная. Я подозреваю, что начинает подогревать бассейн с ноября. Да, его еще не начали. Но я видела видео, что вот этот бассейн подогревает. Да. Какой здесь тоже бар, да? Ну да. А когда же у них дают мороженое? У них здесь дают мороженое. Ну, здесь написано 1 доллар. Ну, где-то тут его будут давать. Здесь мороженое за 1 доллар или за 1 евро? То есть мороженое платное, фреши платное? Нет, мороженое будут давать, но надо узнать, где. А, ты имеешь в виду бесплатно? Бесплатно. И вот еще один такой бассейн. Вот он абсолютно одинаковый. Какой можно получить номер? Вот с такой террасой. Вот правда, вот как бы не перейдешь, да? Ну да, жаль, что нельзя. Ну, можно перейти, если очень хочется, да. При желании. Поплавать в бассейне. Да. В общем, мы тут с женой сидели, только что пили свои эти коктейльчики и считали. Какая реальная стоимость всех услуг, которые предлагает отель, если бы мы это все брали отдельно? Ну, допустим, мы пришли в ресторан, позавтракали, пообедали, поужинали. Два раза позавтракали. Там пошли на пляж, который платный в Египте. Ну, такой хороший пляж с бассейном, чтобы... То есть в Египте нет бесплатных пляжей, понятно. Мы за все платим. Плюс ждали своего ребенка в детский клуб, за которым смотрят. Плюс там еще арендовали номер в отеле. То есть это что же, да, мы считаем? Плюс аквапарк. Плюс два дня мы будем тут пить соки, кофе и все-все-все. Ну, и остальные напитки. Предлагают бар, да, и алкогольные, и безалкогольные. Довольно-таки приличная сумма получается, я скажу вам. Аквапарк. Смотрите, теннисные корты. А, и теннисные корты есть, да. Хорошая, большая территория. Но она такая, не такая огромная, что, в принципе, тоже хорошо. Аквапарк. Тут почему-то не работает. Детская горка не работает. Вот, да, это минус. И вот такие горки. Мне кажется, Ваню сюда не пустят. Ну, хотя он катался и... Да, но здесь глубоко. Попасть не. Вот интересные такие. А в which time is broken? Тут вроде маленьких детей пускают. Сюда можно. Все, после обеда с Ванькой сюда придем. До 12 он будет работать. Потом открывается в 2, в 2.30 и до 5. И до 5, да? Аквапарк. Ну, вот мы сюда с Ваней можем прийти. Вот это, да, для него. Нормальные горки такие. И для нас, и для него. Диаман, голд, сильвер. Нас, кстати, тоже спрашивали насчет золота в Египте. Стоит ли его покупать. А вот, знаешь, несколько мнений было. Пошли, что кто-то говорил, что золото в Египте выше пробы. Да, что оно качественнее. Да, более кто-то писал, что золото в Египте не стоит брать, что оно не ценится. Ну, вот напишите в комментариях, кто разбирается. Кто знает. Насчет золота в Египте. Спасибо.